Привет, друзья! Очень прикольно снимать в мае, снег за шиворот не сыпется, пальцы не деревенеют, сопли в носу не застывают, но зато приходится терпеть мошек и комаров, просто убивают адски. Сегодня у нас знакомство с любопытным фиксом от колдов Cold Steel Finn Hawk. Везде пишется, что это нож в блистере и даже вот написано блистер, но я всегда думал, что блистер выглядит не так, у нас это картонная коробка. Внутри нож в ножнах, у меня внутри ничего больше не было. Вообще Лина Томпсона в заводе тема скандинавов, поэтому наряду с этим финским ястребом мы уже видели и финского медведя и складного финского волка. Этот нож попадает в сегмент бюджетных крепких финок, прежде всего это властелин этого сегмента Мора. Моделей там полно, это может быть Мора Компаньон, Мора Робаст, в общем там их хватает аналогов. Также это могут быть ножи Хультафорс, там тоже моделей хватает, которые будут достойно конкурировать с финским ястребом. Еще есть некоторые нечастые ножевые гости у нас, типа финского терава якорепукко, там в общем черт язык сломит. И еще есть некоторые более аутентичные финки с карелкой и углеродкой, которые тоже в принципе попадут в сегмент вот колд стил финхаук. Так чем же этот финский ястреб может склонить на свою сторону клиентов? Может быть сталью? Вот первое, что приходит на ум. Но я вас расстрою. Совсем нет. Сталь здесь простенькая нержа 41-16, она ничем особо не лучше Моровского Сэндвика и уж точно не лучше АУС-8, которая якобы стоит на Хультафорсах. И уж явно хуже, чем углеродки, которые стоят на большинстве других более финночных финках. Да, здесь написано, что это 41-16 подвержено крио закалке, но чудо этого не сделает. В общем-то, все равно это 41-16, простенькая нержа. Конечно, лично я, как больной ножами человек, хотел бы здесь видеть какую-нибудь колдстиловскую CTS XHP или на новый манер их S35VN. После этих слов сейчас улыбнулись, кто-то изоржал из местных жителей тайги, других диких мест, которые привыкли пользоваться ножом каждый день. Это инструмент для обеспечения их жизни, потому что у них никогда на ножах не бывает каких-то суперсталей с твердостью там выше 55-56 роквелл, они испокон веку пользуются мягкими сталями. Вся эта херня с монстрами за 60 роквелл, это уже наше такое городское баловство. Но прошу их дать нам возможность сходить с ума по-своему. Такие уж мы городские диванные ножеманы. Может быть какая-то у него прям геометрия хитрая, но здесь тоже мимо. Геометрия плюс-минус у всех финок одинаковая. Отличие несколько градусов спусков, либо их высота, может быть как плюсом, так и минусом. Это уже по назначению. Может быть ножны какие-то у него крутые, но здесь тоже нифига. Ножны обычный пластик, в общем-то ни о чем. Сам пластик в принципе неплохой, но тем не менее это далеко не кожа со вставкой, ну а с морой в общем-то такие же. Клипса сама по себе неплохая, мягенькая, но нож сидит адски туго внутри, поэтому мне не хватает вот такого подпальцевого упора. Вытащить их достаточно проблематично. Ну кому-то это плюс, кто любит терять ножи, но в принципе для меня это минус. Ну так же он туго и садится туда. И что, думаете у этого финского ястреба вообще нечем зацепить клиента? И что он вообще такой бестолковый? Конечно же это не так. Если бы это было так, то Cold Steel наверняка его бы вообще не выпустили, а мы бы с вами о нем не говорили. Первое, чем может растопить ваше нажиманское сердечко этот нож, это рукоятью. Рукоять действительно эргономичная, прилепистая. Она из такой резины с мелкой фактурой и сидит действительно комфортно и уверенно в руке. Все изгибы рукояти в тему. Грибочек. Есть такая впадинка посередине рукояти под пальцы. В общем действительно сидит рука удобно. В тыльнике есть место, куда очень круто садится большой палец под обратный хват. И в общем-то все, что вам останется сделать, это придумать, где вы этот безумный хват будете использовать. Из минусов этой рукояти мне не хватает цепкости вот здесь сверху на больстере под большой палец. Больстер выполнен из другого материала. Он такой откровенно пластиковый и скользкий. Еще у меня вопросы к гигиеничности рукояти вот с такой мелкой фактурой. Сюда очень любит забиваться кровь, рыбья слизь и просто промывка это не всегда решается. Приходится дружить с зубочисткой, чтобы выкулупать оттуда во все вот эти забившиеся такие засохшие части. Также есть у меня вопрос, не начнет ли от старости и от солнца со временем эта резина на рукояти так неприятно липнуть. Но это уже скорее опытные пользователи подскажут, у кого этот нож в поюзе достаточно давно. Но в общем, в принципе, рукоять это действительно эргономичная, удобная, по-хорошему прилепистая. И я даже покушусь на святое и скажу, что она, пожалуй, поудобнее, чем рукояти на тех морах, что вот были у меня. А это кое-что значит. Так что рукоять это первое достоинство этого ножа перед конкурентами, если, конечно, вы, в принципе, приемлете синтетические рукояти на финках. Ну а второе достоинство, и оно прям неоспоримое в том, что это cold steel. И для почитателей этого производителя прям вообще не важно, что там за сталь у конкурентов, что там за рукояти. Потому что у каждого производителя есть такой свой неповторимый дух, который невольно переносится на все их ножи. А с ними и на ваше отношение к этим ножам и к работе с ними. Моры это такие народные ножи для всех и для всего. Хультафорсы это надежный крепкий инструмент. Всякие аутентичные финки это такие теплые, аудорные лесные ножи. А cold steel это всегда напор и дерзость. И это настроение всегда находится в каждом ноже cold steel. Грубо говоря, этим ножом вы захотите позволить себе то, что не всегда придет в голову с морой в руке. И это кайфовое чувство, оно совершенно не зависит от ТТХ. Все, друзья, до свидания. И цените в ножах настроение, а не цифры ТТХ. Все, пока. Еще хочу коснуться нескольких вопросов, которые я намеренно не вставлял в наш такой короткий экспресс-обзор. Первое, это цена этого ножа. И здесь я целиком согласен с одним нашим форумчанином, с которым я далеко не совсем и всегда согласен. Так вот он считает, что если мы будем обсуждать цену ножа как преимущество или как недостаток, особенно если это нож дешевле 50 долларов, то какие мы вообще нахер увлеченные люди. Мы кто угодно, только не увлеченные ножами. И второе, толщина клинка 2,7 мм. И вкупе вот с подпальцевой выемкой, которая более 5 мм, и там остальными параметрами, этот нож официально у нас в Украине подпадает под категорию холодное оружие. Ну, здесь даже комментировать ничего не буду. Я хотел бы поговорить с теми упоротыми толстолобами, которые пишут законы касаемо холодняка, и просто попросить их открыть криминальную статистику. Она у них в полном открытом доступе. И посмотреть, сука, ну какими ножами происходят эти криминальные случаи. Все преступления с холодным оружием, так называемым, происходят с какими-то ржавыми старыми кухонниками советскими. Либо с каким-то зэк-промом, но уж точно не с фирменными ножами, там ценой 50, 100, 200, 300 долларов. Перестаньте эту вообще ерунду. Я надеюсь, что я доживу до того времени, когда закон о холодняке либо полностью упразднится, либо какой-то нормальный, грамотный вид обретет.